Сегодня в Чебоксарах прошла встреча члена Президиума Центрального Совета Партии «Справедливая Россия» Олега Шейна с председателями Советов Многоквартирных Домов. Тема ЖКХ одна из наиболее актуальных, поэтому в зале, где проходила встреча, яблоку негде было упасть. В Чебоксаре существует достаточно развитое жилищное движение, и сегодняшняя высокая явка здесь в зале, когда количество людей превысило возможные ожидания, является тому подтверждение. «Справедливая Россия» стремится изменить законодательство в сфере ЖКХ, поэтому выезжают в регионы, чтобы на местах определить главные проблемы отрасли. Действующий жилищный кодекс Российской Федерации не поддается никакой критике. Самые актуальные вопросы, которые поднимали на встрече, это внедрение нового порядка проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расчет общедомовых нужд, завышенные тарифы на услуги ЖКХ, введение так называемых социальных нормативов потребления. «5 триллионов рублей в год граждане Российской Федерации платят за жилищно-коммунальные услуги. И там, где возникают такие деньги, естественно, возникает огромное количество желающих к этому кормилу припасть и получить с этого очевидные выгоды». О появлении сети региональных операторов капремонта, по словам Олега Шена, приведет к значительному росту коррупции в сфере ЖКХ. С его точки зрения, жильцы многоквартирных домов беззащитны, у них одни обязательства платить и платить, а вот права собственников очень расплывчатые. «Закон о капитальном ремонте – это самая тяжелая сейчас для населения тема. Почему? Потому что очень ветшает наш жилой фонд. Управляющие компании, как правило, собирают деньги за текущий ремонт, очень плохо осваивают эти деньги. И сегодняшняя встреча с Олегом Шеиным, я считаю, очень полезна, потому что пришли люди, которые действительно желают разобраться. Они пойдут дальше в свои дома, они расскажут своим жителям, они понесут эту информацию». Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов. Республика.